Добрый день, сегодня на боксинг, как и обещал, кубик 7х7 АОФУ GTS-M от компании МОЙ. Коробочка стандартная для последних топовых моделей любых размеров, 4х4, 5х5, все они похожи, такой же магнитик, внутри все было упаковано в полиэтилен, кубик уже стоит здесь, извлечен. Посмотрим на комплектацию, видим, что в отличие от Spark запасные магнитики здесь положили, они двух видов, побольше, поменьше. Также инструкция, 6х6 такая же была, не ошибаюсь. Вот это все малоинтересно, ну и две карточки. В Spark была карточка побольше. Коробка и все прочее, ни для кого уже не новость, интересен сам куб. Поскольку почти одновременно вышли 3.7, но Хейс пораньше, Spark и АОФУ почти одновременно, я буду их, естественно, сравнивать. Сразу скажу, что Spark и Хейс, они по 67 мм, а АОФУ чуть больше, 68 мм. Но если вспомнить предыдущую версию 7х7 компании МОЮ, просто АОФУ кубическую, раньше полукруглая была, то этот кубик был 70 мм, это 68 на 2 меньше. Я кубик уже покрутил, и разница от этого 1 мм незначительная. Мне комфортно было любому из этих кубиков крутить, независимо от их размеров. Кручение, да, похоже на старую АОФУ. Хотя вот звук не тот, но впечатление от вращения схоже. Если вам старая АОФУ нравилась, я ее крутил достаточно долго, наверное, больше всего на чемпионатах я крутил именно на АОФУ, то это тоже, наверное, должно понравиться. Компания МОЮ утверждает, что внесла некоторые изменения в строении элементов, в отличие от предыдущей версии. И я охотно этой компании верю. Потому что, ну, разница чувствуется. Магниты. Да, магниты здесь есть. Версия магнитная. Если сравнивать с Хейсом и Спарком, то где-то что-то посередине. То есть у Хейса самые слабенькие, у Спарка самые сильные, у АОФУ средние. Если вспомнить опыт 6х6 Shadow и АОши GTS, то на АОши магниты были сильнее, чем на Shadow. И мне изначально это на кубики не понравилось. Да и вообще шестерка АОши из коробки была так себе, я очень негативно высказался тогда на анбоксинге. Но притерлась, немного ее расслабило и стало вполне приемлемо. Вот в таком, в притертом и расслабленном состоянии, его вращение наиболее близко как раз становится к АОФУ. У кого есть шестерка АОши магнитные, кто примерно то же самое с ней сделал, что и я, можно будет понять. Но, поскольку кубик нечетный, вращение у него, соответственно, легче. Изначально из коробки уже вращение легкое и плавное. Честно, я не ожидал, что АОФУ мне понравится больше, чем Спарк. Совсем не ожидал, опять же, опираясь на опыт шестерок. Shadow великолепен, АОши хороший, но не настолько. АОФУ зашел лучше. Опять же, все это предварительные впечатления, на них там сборок по 10 пока, невозможно сейчас сразу все это быстро, сборок по 500 делать, как на Хейсе, чтобы полностью оценивать. Поэтому предварительно вот такое мнение. АОФУ универсальный куб. То есть он подойдет, наверное, всем. Да, сейчас расхвалю компанию мою. Но что делать? Я не скажу, что этот кубик лучше, чем Хейс. Хейс все равно остается моим лидером. Хейс быстрее. Но у АОФУ плавное, такое корректное вращение, которое всех, наверное, устроит. Если на Хейсе магнитики могли казаться чуть слабоватые, то тут они в самый раз. По крайней мере, в той настройке, что пришла ко мне с завода. Кубик я пока не перенастраивал. То есть можно крутить, получать удовольствие. Ну а для чего нужны еще кубы? Помимо того, чтобы собирать именно скорость. То есть вполне комфортно. В моих руках, привыкших к большим кубам не только 7х7, но и выше, за те несколько сборок, что я сделал, не произошло каких-то критичных лакапов. То есть все было нормально и приемлемо. Под прошлым видео у меня спросили про резку углов. Да, большие кубы тоже режут углы. Конечно, это не так, как трешка. На 45 градусов они резать не будут, но она есть. Причем на спарке все это, в общем, на отличном уровне. Очень четко, по-моему, самая такая высокая. Не знаю, зачем я это обсуждаю на 7х7, но спросили, я ответил. Кубик Aofa GTS, несмотря на то, что имеет такое же название, что и старая версия, естественно, лучше старой версии. На время я его не собирал, делал вот так, несколько сборок без таймера. Все вполне комфортно. Средний универсальный куб. То есть, если тот же Spark может кому-то не понравиться за счет неоправданных ожиданий. То есть мы ждали магниты, как у Shadow, а здесь они чуть посильнее. То есть здесь, если на АОши магниты были, как по мне, чуть сильнее, чем нужно, то здесь они в самый раз. Настолько в самый раз, что прям вообще хорошо. Разбирать схему того, как здесь что-то замагничено, я не буду. Все они сделаны однотипно во всех 7х7. И мало чем отличаются. Магниты тоже примерно одинаковые, хотя я могу и ошибаться. Если кто-то изучал этот вопрос, поделитесь в комментариях, буду благодарен. Но 7х7 АОФу меня вполне порадовал. Логотипчик здесь вроде бы как приклеен. Вот, к примеру, пленочка есть. Если посмотреть на мою старую АОФу, здесь он утратился со временем. На шестерке пока держится, но тут сборок не так много. Ну, стоять силы, наверное. Так что, семерочка вполне хороша. Если делать какие-то предварительные выводы по первым впечатлениям об этих трех семерках, ну, это информация для тех, кто хочет выбрать, но не хочет покупать все три, то скажу следующее. Хейс очень быстрый, очень легко вращается, но могут показаться слабыми магнитами. Спарк очень быстрый, при особой сноровке он будет показывать отличные результаты. Но магниты чуть сильнее, чем хотелось бы мне. Опять же, лично мне. АОФу умеренно быстрый, да, он, как мне показалось, чуть медленнее, чем вот эти кубы. Умеренно быстрый и магниты средней силы. Возможно, они и такие же, как на Хейс, но чувствуются они чуть-чуть посильнее. Они могут здесь вообще во всех трех кубах одинаковые магниты стоять, просто в зависимости от толщины пластика между самими магнитами, они могут чувствоваться по-разному. Ну, вот такое мое мнение. Сам Спарк, я его еще покрутил. Если вот не эта жесткая фиксация магнитов, которую немножко не ждешь иногда, то это очень быстрый куб. Если у вас сложилось мнение в прошлом видео, что он мне совершенно не понравился, это не так, то хороший куб я буду им обязательно крутить. Но пока просто фаворитом выступает Хейс. В любом случае, все эти три семерки выполнены на достойном уровне, и все могут быть основной скоростной головоломкой у любого спидкубера. Причем независимо от времени сборок, хоть вы за две минуты собираете, вы можете выбрать любой из них, в зависимости от своих личных предпочтений. Мой выбор пока Хейс. А эти мы еще потестируем. Возможно, через какое-то время выпустят наконец-то Хейс 2. Вроде были такие планы о нем. Куплю обязательно, несмотря на то, что мне сейчас полностью Хейс устраивает. Вторую версию тоже куплю. И тогда будем сравнивать уже, наверное, более опытным взглядом. Если судить о настройке из коробки, то самый жесткий, самый туго затянутый приходит Spark. В нем мы видим неокрашенный пластик внутри. В этих кубах, что у мою Ауфу, что у Хейса, неокрашенного пластика внутри мы не наблюдаем. И растянут он чуть посильнее. Возможно, Spark, если растянуть немного, он вообще жесткий, то он будет помягче чувствоваться. И вот этот не очень приятный момент жесткой фиксации магнитов уйдет. Скорее всего, так и будет. Ну, посмотрим. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok